Лариса Панина В ходе заседания политического совета Лобнинского отделения партии, на котором присутствовала Лидия Антонова, единороссы обсудили реализацию 15 партийных проектов. Речь также шла о социально значимых мероприятиях, проводимых в городском округе. В частности, партийцы примут участие в масштабной подмосковной акции эстафете российского флага, которую проводит Московское областное региональное отделение партии и Молодая гвардия Единой России. На встрече сенатор также вручила сертификаты участникам городского партийного проекта «Школа молодого лидера. Наша надежда», успешно окончившим обучение. В этот же день ряды единороссов пополнились еще одним членом партии. Состоялась презентация двух фильмов Александра Левчика о памятных местах в Лобне и реализации партийных проектов ТРК Лобня. Со школьной скамьи мы цитируем Маяковского «Единица ноль, единица вздор. С детских лет объединяемся в организации и движения. Взрослея, в соответствии с убеждениями, выбираем свой политический вектор. Идеал. Он как путеводная звезда, без которой нет направления, а значит нет жизни». В нашем городе представлены все четыре парламентские партии. Одна из них – «Единая Россия», объединяющая более 400 членов партии и около 300 ее сторонников. Не так много для населения – 85 тысяч. Но это в большинстве своем руководители, пользующиеся уважением и авторитетом у лобнинцев. В городском совете депутатов 11 единороссов. Более полусотни энергичных, инициативных, неравнодушных юношей и девушек – молодежное звено партии «Молодая гвардия». Все это позволяет лобнинскому отделению «Единая Россия» быть инициатором и идеологом многих добрых, хороших дел – больших и малых. 15 партийных проектов реализуются на территории города – федеральных, региональных, городских. Все – социально направленные. Детские сады – детям. За три года – более тысячи дополнительных мест. И до 2016-го – еще около тысячи. День за днем растет физкультурно-оздоровительный комплекс, возводимый по программе губернатора Подмосковья – дублер городского дворца спорта. Уже сегодня количество лобниц, занимающихся спортом, составляет более 27%, а там, глядишь, и каждый третий. У единороссов есть своя футбольная команда – «Чайка». В турнирных таблицах она в первой тройке. Партийцы увлечены спортом сами и приобщают молодежь, организуя турниры дворовых команд по мини-футболу. В четвертом турнире приняли участие 20 команд, в том числе и наши соседи из Долгопрудного и Трудовой, а это около 200 жителей – от 16 до 25 лет. Лидером молодежного баскетбола команде «Лобни Металл Профиль» исполнилось в этом году 11 лет. Все эти годы активно поддерживает юных спортсменов, а их более 140 от 7 до 14 лет, секретарь Лобнинского отделения «Единой России», он же исполнительный директор баскетбольного клуба, президент областной федерации баскетбола. Слоган «Лобни – территория здорового образа жизни» уже прочно вошел в сознание горожан. На утренних зарядках в городском парке, проводимых по инициативе молодогвардейцев, можно увидеть не только молодежь, но и членов политсовета, в том числе и главу города. Кстати, он сдал нормы ГТО по всем пунктам с золотым результатом. Молодежь – инициатор рейдов против наркотиков и антиспайс. По недопущению продажи алкоголя несовершеннолетним, дети против войны, энергичные, активные, они сами на шаг впереди и вносят новизну в общее городское молодежное движение. День комплиментов, снежный драйв, сделай шаг навстречу спорту, образовательная программа «Школа молодого лидера. Наша надежда». Лобнинцам близки и понятны идеи лидерства, сформулированные руководителем региона. Лобнинский парк в рейтинге парков Подмосковья на первом месте. Из 20 лобнинцев победителей конкурса «Наша Подмосковья» – 8 единороссы. Кубок за третье место вручен городу за количество собранной макулатуры. Лобницы собрали чуть более 19 тонн, а значит, спасли 200 деревьев, целый лес. Участие в субботниках и днях леса. Работа по восстановлению колонии озерных чаек на озере Киева, памятники природы федерального значения. Сохранение лесных массивов. Более чем на 300 деревьев в этом году увеличилась зеленая зона нашего города. Лес Победы – это память о тех, кто подарил нам жизнь ценой своей жизни. Кого мы чтим, кем гордимся. В год 70-летия Великой Победы еще ярче проявился патриотизм лобнинцев. Идеи становятся силой, когда владевают массами. Инициативы партийцев вовлекли горожан в патриотические проекты. Лобня достойна быть городом воинской славы. Масштабно и трогательно прошли акции «Лобнинский бессмертный полк». Автопробег «Спасибо деду за победу». Создана Аллея Победы в Киевском парке, который преображается с каждым днем. Издана книга воинской славы города. И духовой оркестр в городском парке – это тоже инициатива одного из членов партии. Телефон Победы позволил поздравить с юбилеем тех, кто нам дорог. Народный телефон поистине стал народным. Лобнинских единороссов – активная жизненная позиция во всем. Касается ли это летнего отдыха детей и заботы о тех, кто остался без попечения родителей, благоустройства, появления новых светофоров, создания парковочных мест и пешеходных дорожек, доступной среды или безопасности дорожного движения. При непосредственном участии единороссов подрастает новое поколение юных инспекторов движения. Серпантином петляют по парку велосипедные дорожки. Кстати, первое в Подмосковье появилось в нашем городе. Прокладываются новые велосипедные маршруты и жизненные ориентиры. При поддержке партии уже город учит город, воспитывая грамотного потребителя услуг ЖКХ и партнера управляющим компаниям. Программа ярмарки выходного дня приближает фермерские и подсобные хозяйства Подмосковья и Беларуси к потребителю. Специализированные выставки ярмарки знакомят горожан с продукцией лубнинских производителей и гостей города. Каждая из них – это еще и большая культурная программа воспитания вкуса и умения ценить качество. Единица – ноль. А если в партию сгрудились малые, это не самоцель. Это возможность реагировать на многие проблемы, запросы, просьбы жителей и деятельно участвовать в их решении. Редактор субтитров А.Семкин